всем привет я второй механик встретился в египте в отеле сансатори корал сисом сатори с геннадием ведущим этого канала узнала его моя жена и не ты даже узнал ну она увидела первым и говорит знакомое лицо мы же смотрели этот сериал вот весьма у нас тут вся семейка собралась еще сын тоже да да и сын его тоже узнали по всем этим видео имитации индусов вот значит поступило такое предложение сделать небольшое интервью постараемся сделать это видео максимально полезным прикрепим ссылки ну как бы те ресурсов которые я пользуюсь это типа ну одесский форум моряков и там разные трекеры морские системы поисков работы ответы на тесты вот значит расскажи как ты вообще тебе в голову пришла эта мысль пойти в море ну как бы так сказать это было давно вот школе или ну в школе я еще не знал мне было без разницы куда пойду вообще или в армию или учиться и вот и в принципе посоветовали как бы обратиться моря потому что там заработок выше чем где-либо на на земле вот стал судомехаником сейчас я уже в должности второго механика лет тебе сколько а мне 28 лет но у меня уже больше года опыта в должности второго вот второй вопрос почему судомеханиками чисто ну я как бы не прошел по зрению но можно было договориться но мне бы как бы особо без разницы но оперировали тем что можно и на суше чем-то заработать и как бы моря тоже там ну не слишком сложно уйти конечно 10 лет назад это было так сейчас сложно уйти и и тем и другим вот насколько я знаю понимаю закончил ты херсонскую академию да я из херсона вот ну как бы по делу случая я попал марлоу потому что они всех загребали не всех конечно устраивали на работу но английский как бы разговаривал в этом знаете знал сразу или потом выучил но я учился вот херсоне в 24 школе она очень сильная школа и я пришел же со знания да я английский как таковой там просто у меня даже не знаю говорить не грей красный диплом короче но это так чисто потому что после школы это было вообще ну чисто vocation вот значит пошел и марлоу прошел собеседование один контракт второй ну кадетом там шесть с половиной месяца кадетов кадетом два раза не один раз а потом сразу в долгий 4 4 джунир ну они там деньги экономят поэтому так устраиваю на какой форт попал контейнер до контейнер у меня был потом general карга вот там тоже ну всякие истории конечно тоже можно рассказывать как там там было сложное судно вообще вот второй контракт если бы я вот вот этот второй контракт который пошел там вахтенное обслуживание там все все тяжело было все снабжение нет питание ужасно ну как везде в принципе да там это мы горели и тонули ну так условно скажем и тонули и что-то там в пиратской зоны проходили и вообще ну все к всякого разного было много если бы вот этот мой второй рейс был первым я бы в море не пошел больше никогда но первый у меня был судно немецкой постройки и там все вообще четко ровно и поэтому я думал что все такие пароходы нормально вот но работа в море на самом деле требует усилий как бы силы воли ну а про карьерный рост расскажи сколько ты контрактом сделал четвертым третьим потом уже вторым стал да дофига я дофига а ну промоушены были в начале но сейчас вспомню в общем долго марло вообще я потом пытался их как бы уйти от них перейти в другой крювинг но не получалось не пущение отпускали я прошел этот юнивиз да я юнивиз прошел целый день тут мы поехали со нагруппниками в одессу они там прошли пять контор ну там чисто ампликашки позаноси тогда еще ну как бы не было этих сервисов типа maritime zone симмонс в этом и все что-то ближе ты рассылаешь да но я еще не рассылаю я вот сам берешь просто под я просто заполнил ампликашку сейчас я в должности второго механика она как бы востребованная поэтому мне постоянно звонят и предлагают работу ну вот да но я сейчас хочу перейти на я вот работал на балкерах контейнерах и хочу перейти на танкерный флот почему я как бы и столкнулся вот со всем этим сериалом потому что раскрываются вопросы ну как бы детально там система инертных газов или там вообще устройство танкера честно скажу что работаем на танкере как по мне так даже легче чем на контейнере на балкере на балкере тоже своим если не на старом дело главное кпд по зарплате вот да весь смысл в том что за одинаковый промежуток времени получать больше денег ну что ты что так что так как бы пожар здесь отдыхать да люди не выходят с танкера на балкере можно прогулять лучше отдыхать ну на балкере тоже был так что мы стояли берег где-то там вот в вьетнаме людей уже не помню месяц мы стоим и нас разгружают наши краны на эти баржи баржи не приходят дожди ну там приезжает как бы магазин там мама сан все дела но это все это не надо короче единственно что надо это связь с домом интернет хотел еще раз спросить как как ты относишься ты может не не столкнулся с таким советским менталитетом на судах когда ряд иди сам все еще тебя учили и все такое как тебе были нормальные а ну вот насчет этого ну как сказать по моей статистике приблизительно очень мало нормальных адекватных людей от последних два-три контракта ну или то что в общем ну как бы крюин хотя тоже все это такое они везде одинаковые принципе в старомехе вот румыны были вообще жесткие такие ну не пожелаешь и врагу такого человека в общем сотрудничать с кем вот ну так были да как бы советские там закалки которые любители побухать и ну в общем жесткие ноты ну редко встречаются но есть такие люди сейчас уже принципе больше адекватных людей которые ну можно и пообщаться и естественный отбор на на происходит ну как бы я не знаю как это происходит но последних несколько контрактов есть люди с которыми можно от общаться после работы там встречаться вообще ну там пинг-понг поиграть даже банально посидеть поговорить за семью за жизнь посмотреть кино сериал вот но конечно много таких как бы разных людей которые не подходят по духу вот я даже не помню еще хотел сказать за все это дело вот как интервью вот значит ну работал работал и доработался было время когда не было жены ребенка никого не было я и семь с половиной месяцев сидел и как бы было без разницы я что рекордный контракт сколько месяца ну семь с половиной наверное где-то того но там как бы сложная ситуация то что должен был списываться в штатах никого не прислали потом пришли в гибралтар там рванул этот вулкан в исландии я иду опять проходим средиземку там пиратская зона никого но это чисто отговорки естественно а так ну им же выгоднее дольше вас держать на борту потому что это меньше агентских платить меньше за перелеты платить это все вот такое вот ну и прошел все эти зоны пиратские и в итоге короче месяца на полтора-два чем я говорю я просто поздно в море пошел но если сразу начинать вот 27 лет нормально ну диплом второго у меня был года три и я еще работал внутри ты промоушена получил же вторым стал до промоушена до два у меня промоушена было но это я был должности моториста и там ну марлова это такая большая компания которая всех набирает как бы аппликашки собирают тесты там же все эти дела проходили они трудоустраивают очень мало людей потом я работал vita maritime тоже они говорят да да все вот пошел должности один раз потом промоушен тебе берем в должности выше все а у меня уже тепло второго механика я четвертый меня зали потом при этом и ну короче и они ну все одно и то же потом epsilon ну epsilon хороший такой душевный крювинг да но там мне как бы повезло на приемку вот кстати тоже по поводу города в принципе что на контейнере что на балкере ну город как бы редко когда выходит это старые времена люди выходили сейчас уже да да сейчас же море другое от нас тоже слышал что уже не весело раньше кинули замок на этот на надстройку и ушли ну да и все сейчас уже все эти конвенции молсишные из пьесы уже другой флот моряка только проверки ждут ветер инспекции и прочее снабжение бункеровки да давай что ты пожелаешь молодым морякам ну что ребята я даже не знаю что он сказать держитесь работать и учите английский но английский в принципе как бы можно даже вот в колледже выучить там принципе если было бы желать самого вам это желанием до целом если просто надо знать что ты получишь когда есть цель какая-то конкретно поставлена то ты знаешь как ее достигнуть а когда вот это непонятно ни о чем потому что колледже тоже пришел на пароход как в космос улетел вообще ничего не знает что там трубы какие-то установки ну да там всему научат принципе да не переживайте вот кто идет вот такой схеме как там купить документы матроса там или моториста это все равно там научат скажут под запись что как смотреть где проверять там принеси подай и в общем это все нормально и деньги можно заработать море вот ну как бы люди будут разные встречаться на вашем пути и советские и зарубежные там которые любят поиздеваться над людьми есть такие тоже но бывает нормальные адекватные со скольки национальности ты проработал в филиппинцы как дополнил то я но филиппинцы индусы до румыны болгары и поляки сначала не ну у меня были нормальные душ и такие более менее образованные ну там тоже словечек их не поднабирался ну как бы адекватные повезло а на палубе там совсем другие индусы вообще были да и национальности много украинцы русские тоже работали какие ссылочки мы оставим в описании какие-то ресурсы ну да ну поделюсь ссылками в общем чтобы ребята позже да вот потому что вот кстати тоже такой нюанс пройти устроиться как бы в крюинг это одно дело пройти вот это собеседование до интервью там вот потом судовладельцам это чуть-чуть другое там бывает супер интендант да вот как интервью вот это вот у вас то же самое оно как бы связано с работой но это вот его пройти ну просто нереально на работу приходишь там совсем другое требует вообще и вот все не связано и все требуют разные вещи вообще но такова жизнь и да в общем поделимся ссылками ну я скину там как пройти тесты хотя бы это уже облегчит трудоустройство вот в крюин попасть так что в общем да всем привет пожелаем златомиру успехов чтобы он пришел на танкера нормально поднялся до стороны спасибо я вам по себе еще встретимся успехов спасибо за просмотр!